добрый день сегодня у нас 227 выпуск называется soft skills я сначала расскажу как это экскурсия то есть в википедии русской википедии английской общественном мнении вообще а потом дам в дискурсе то есть в нашем с вами рассуждении и вот в русском дискурсе точнее так в русском экскурсе согласно русской википедии это звучит так я приведу некоторые цитаты гибкие навыки комплекс умений общего характера связанных с личностными качествами которые важны во всякой профессии сюда входит критическое мышление решение задач публичное выступление деловое общение работа в команде цифровое общение организации деятельности лидерские качества трудовая этика дисциплина чувство ответственности противоположные узко специализированным профессиональным навыкам которые соответствуют английскому термину hard skills некоторые каши конечно характер определения гибких навыков таков что их нельзя исследовать объективно очень сомнительная фраза они зависит от черт личности склад ума способ мышления отношения другим людям взглядов на жизнь в целом считается что они все более востребованы потому что для современной экономики нужна кооперация профессионалов разных областей которые строятся на развитых гибких навыках тут вообще дровицкий отдельно формулирует способности видеть целое выявлять закономерности в сложных объектах выстраивать диалог включаться коллективную работу вот интересно что данные о некогнитивных характеристиках россии впервые впервые были проведены такие измерения в 2016 году результаты приводят к сопоставимому влиянию личностных характеристик и уровня образования на заработную плату и программа раннего образования направлены на развитие поведенческих и личностных навыков имеют положительное долгосрочное влияние на человека и на общество целом но если подведем некоторые итоги по вот этому тексту весьма сумбурным и так мы противопоставляем в этом тексте это точнее так авторы противопоставляют в этом тексте и навыки жестким навыкам зачем гибкий это общий характер жесткий узкоспециальных характер гибкий это личностный характер а жесткий это уровень образования очень интересно что образование оказалось среди жестких навыков ну и не когнитивные это гибкие когнитивные не точно конечно потому что например критическое мышление тоже какой-то когнитивный навык. Тут есть видны некоторые нестыковки. Ну и вот эта фраза, нельзя следовать объективно, она очень-очень плохая. Просто очень плохая. Вот. Причем тут в этом перечне совершенно такие бессмысленные формулировки. Например, взрывое общение. Это что? Гибкий навык? А просто умение читать буквы и слова – это какой навык? Это, в общем, вариант взрыва общения – это вариант письменной речи. Деловое общение. Ну, вообще. Решение задачи – это вообще ни о чем. Ну и так далее. Тут масса всяких таких неприятных логических гляпов. Вот вам что говорят в английском мире, в Википедии английской. Тут есть два ключевых отличия. Первое – они не совсем тождественные, но я приведу оба. Первая версия. Термин «мягкие навыки» был введен в армии США в конце 60-х годов и связан с любым навыком. Это относится к любому навыку, который не связан с использованием техники. Военные осознали, что социальные навыки, необходимые для войны и победы, это еще не изученное поле. И вторая версия. Жесткие навыки включают техническую или административную компетенцию. Вот это вот отличие от первой версии, там только техническая. Но «мягкие навыки» использовали для обозначения эмоциональной стороны, противорез IQ, который используют для оценки жестких навыков. Твердые навыки, значит, в середине 19-го века твердые навыки были единственные, которые интересовали работодателя, и потом, оказывается, человек не может работать в коллективе. А вот как это выглядит в переводе на язык Туаи, Туаи-плюс точнее. У нас есть такой термин, в книжке «Философия плюс-плюс» и в других книжках есть такой термин, когда деятельность рассматривается как четырехгранная, трехгранная человеческая деятельность. Человек может думать, а может действовать, может один, а вместе с другим. И тут четыре стороны человеческого действия. Ну и вот можно осмотреть такое пространство, у нас две оси. Одна ось думает или действует, другая ось вместе с другими или один, и третья ось – это уровни от первого до восьмого. И это можно так рассматривать пространство задач-навыков, потому что не совсем те задачи, которые рассматриваем мы, потому что здесь учитываются только внешние характеристики задачи. Например, вместе с другими или один. И не учитываются внутренние, такие как модальность и темпоральность, ради чего мы взяли котировку и русогрев. Это здесь не учитывается. Согласно английской версии, технические навыки – это когда человек действует один, но это жесткие навыки, то есть это один, два, три, четыре, и там нет нифтического мышления, ни способности рисковать, там нет, в общем, высших уровней, только первые четыре. А если мы учтем административные навыки, то картинка слегка изменится. То есть можно действовать одному, а можно вместе с другими, и тем не менее это все на первые четыре уровня. Понятно, что вот такая картинка, она закрывает тему, потому что мы видим все гибкие навыки, все кроме вот этого пространства, один, два, три, четыре, и только действия, все остальное – это несомненно гибкие навыки. вот, и это как бы закрывает вопрос. Видно, то, что сегодня используются в экскурсии, оно, в мягко говоря, неудовлетворительно с логической точки зрения. Вот и все на сегодня. Продолжение следует. До новых встреч. Продолжение следует.